Всем привет! Сегодня я у вас при крови и мы с ней будем готовить виноградный сок на зиму. Сейчас мы моем виноград. Виноград нужно будет перебрать сейчас. Выбрать только хороший носок. Перебрали мы часть винограда. Сейчас будем перекручивать его на сок. Вот так сейчас при помощи мясорубки выкручивается сок. Сразу с мякотью идет и потом будем отделять сок от мякоти. Потом у нас получается, видите, вот такой вот перекрученный виноградик. Затем этот виноград отжимаем в этом специальном ситечке. Сок стекает вниз в кастрюльку. И жмых складываем отдельно в другую ситечку. Из этого жмыха будем делать вино. Так что из этого винограда получается безотходное производство. Видите, сколько жмыха. Сок пока что получается вот такой. И теперь вот этот сок нужно будет проварить со специальной белой глиной, которая добывается в горах. Глина эта нужна для того, чтобы осаживать кислоту с виноградом. Тогда сок получится очень сладким. И из него можно будет варить полузерий. Вот теперь этот же мы складываем вот в такие баночки. В этих баночках образуется вино. Вот сейчас достала из гаража вот такую баночку показать вам. Это вино в процессе своего приготовления. А это вот эта глина, о которой я говорила. И мама сама ее измельчала вот до такого мелкого состояния, чтобы она была как порошок. Сейчас я открою и вам покажу. Вот видите, ее добавляют в виноградный сок, когда его проваривают. И потом из этого сока можно делать полузерий, субзукас, традиционные кипрские десерты и сладости. Сейчас я буду делать кипрский кофе. Свекровь как раз попросила сварить ей. И заодно мне захотелось поделиться с вами. Сейчас будем делать кофе. Традиционно его делают вот в таких маленьких чашечках, когда подают гостям. Прям так с блюдечком подают. Ну а свекровь попросила вот в такой чашечке, видите, побольше. Это тоже кофейная чашка. Кофе у нас вот такой молотый. Он так и называется. Кипрский кофе, Cyprus кофе. Кладу ложку кофе с небольшой горкой. Если человек любит сладкий кофе, то можно насыпать ложечку сахара. Обычно просят или глико, это ложка сахара с небольшой горкой, или метрио, это ложка сахара, вот такая вот совсем без горки, плоская. Свекровь моя любит пить кофе с кето, без сахара, она на диете. И поэтому приступаем к добавлению водички. Воду иногда добавляют кипяченую, иногда добавляют сырую. Если варят одну чашку, допустим, меряют ее вот так чашками, наливают чашку воды. Ну, если две чашки, то два раза так делают. И немножечко не доливают до верха. Где-то вот так. Ну, могу еще чуть-чуть. Вот так. Вливаем воду в кофеварку. И включаем плиту. Помешиваем, чтобы кофе не преговорил. Когда начинает подниматься, нужно выключать. Главное, не пропустить этот момент, чтобы образовалась хорошая пенка. Теперь этот кофе можно выливать в чашечку. Вот мы поставили сок на огонь в кухне, в гараже. И теперь, когда он нагреется, мы насыпем в него глину. Вот смотрите, как выглядит эта глина. В оригинале, смотрите. Это вот такие камушки, как мел, на мел похожие. Я даже попробовала, кстати, на вкус, как мел. И вот так она выглядит. Ты ягутали? Не. И с утранным камней? Не. Кладем три ложечки. Турана, тухоман, накатарись. Это она в нем стуально. Так, сейчас я использую. Три с половиной еще. Три ложечки, ну, с горкой, с небольшой. Эта глина, она чистит сок. Да, только мы гличи, не. Хорист, ухоман, и не скадиоксин. Не. Привали, стухоман, и она кафарисина, и не гличи. Угу. Это у нас кинется на вкене бубану, да? Если не использовать этот мел, то сок будет кислым в итоге. Несмотря на то, что виноград очень сладенький, то оно уже так вспенилось. Эта вкену улеза фрусс, а тут у нас еще есть гуматки, стафили, булетки, механи. На меню химонская фрусс. Сейчас поднимается вся гуща, все лишнее, и сок получится у нас такой прозрачный и красивый. Собираем сверху всю эту пену. Все кусочки, остатки от кожицы винограда, от мякоти, все лишнее, все это сейчас снимается вместе с пеной. Свекрова говорит, что без этой глины не очищается так сок, и заодно уйдет вся кислота, останется только сладкий, прозрачный, красивый сок, вкусный и ароматный. Сейчас ждем, когда закипит, и тогда мы соберем остатки пены, и можно будет выключать сок. Базичка испаряется, и остается концентрированный сладенький сок. Мы будем ждать только закипания, для того, чтобы собрать пену по краям, и сразу же выключим. Все, мы выключили сок. Все, мы сегодня закончили. Теперь оставим остывать до завтра. Все, опустится вниз вся гуща, которая на данный момент еще есть в этой кастрюле. И уже готовый сок можно будет сливать в бутылочки пластиковые и замораживать в морозилке. Вот так выглядит уже бутылочка с соком, который перелили из кастрюльки. Он уже очищенный. Из этого сока мы скоро будем варить полузерий. Сок пока что может оставаться просто в холодильнике, но на зиму его лучше заморозить. И потом в течение зимы можно будет размораживать и снова варить полузерий, когда захочется. Вот такие у нас еще есть кактусы по пудсосикам. Плоды опунции почистили. Будем кушать сейчас. Надеюсь, это видео было вам полезным. Спасибо за просмотр. И увидимся в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok